В столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия бюста великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву. Мероприятие прошло в рамках рабочего визита президента Казахстана Касмужа Марта Тукаева в Казань для участия в 16-м саммите глав государств БРИКС. На торжественную церемонию открытия бюста Абая в Казани собрались политики, дипломаты, представители творческой интеллигенции Татарстана и казахская диаспора. Открывая памятник, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала это наглядным примером вечной дружбы между братскими народами. Весьма символично, что сегодняшние события проходят накануне саммита Содружества государств БРИКС. Это, несомненно, придает особый колорит, укрепляя и углубляя культурные связи между нашими странами. Это яркий наглядный пример вечной дружбы, взаимного понимания, духовного родства между нашими народами. Мир Абая не просто духовное богатство тюркских народов, это поистине достояние всемирного наследия. Автор бронзовой скульптуры, член Союза художников Казахстана Нурбол Калиев. Открытие памятника – это результат многолетних плодотворных деловых и культурных связей, в которых важнейшее место занимает духовное единство казахского и татарского народов, подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Искренне благодарна этому подарку со стороны правительства Казахстана. Абай Кунанбаев, он очень близок, ментально близок к нашей культуре. Его творчество, оно созвучно с творчеством многих поэтов начала 20 века, которых можно отнести к ренессансу татарской культуры. Они воспитывались на произведениях Абая Кунанбаева. Монумент выдающегося мыслителя установлен в Казани на пересечении улиц Назарбаева и Качалова. Место было выбрано не случайно. Именно в этом сквере шесть лет назад в качестве дара Казахстана Казани установили скульптуру Тайказан. Копию Тайказана из мечети Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане. Абай Кунанбаев широко известен не только в Казахстане, но и у нас в Татарстане. Да и в целом среди всех тюркских народов. Культурное наследие философа и поэта нам хорошо знакомо и очень близко. И открытие бюста Абая, думаю, это повод для тех, кто еще не знаком с творчеством Абая, изучить его. Творческий диалог продолжается. В начале ноября в Казани пройдут Дни культуры Абайской области. Дана Нуржан, Шахзот Гомиров, Россия, 24КИЗ.